Дмитрий Чукреев, координатор проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия», похоже, нашел сферу услуг до нарушений, в которой нет дела никому из контролирующих органов. Уже не в первый раз он объезжает пригороды Екатеринбурга, буквально наводненный нелегальными автозаправочными станциями. Еще одна ЗС в сторону Челябинска на повороте Большого Сидельникова. Здесь мы имеем бензин и газ. Посмотрим, как все это выглядит. Вот колонка, вот сам бак находится здесь. В нем топливо залито, здесь газ. Здравствуйте! Скажите, а чья заправка? Не знаю. А? Не знаю. А документы есть какие-нибудь у вас? У меня нет, а это есть. У кого есть? Ну, начальство. Что? У начальства есть, да. А свидетельство, регистрация, документы на топливо качество? У них бывает. Что? У них будет, у них. А почем газ? Там написано 24,50. А бензин? 40. По 40 рублей 92? А будет официально трудоустроено? 92, да. Скажите, агнетушители есть? Там чуть-чуть нет. Нету? Нету? Здесь нету, здесь. А как, если пожар? Поступает топливо на колонку, видимо. И вот так вот все это прикрыто. Ни огнетушители, ни других средств пожаротушения, как и хоть каких-нибудь документов на автомобильное топливо на этой СС народному контролеру предъявить не смогли. А такое близкое расстояние бензиновой и газовой колонок вообще является грубейшим нарушением пожарной безопасности. Подобных кустарных заправок, по словам Чукреева, особенно много на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Иногда даже по несколько на одной стоянке для большегрузов. Безная дорога, таких заправок много. И никому до этого нет дела. Никому. То есть мы видим, что нет ни одного огнетушителя. ВС-3 на одном посту. Вот такой шланг, разоточный пистолет. Дикий запах топлива. И стоят канистры с счетчиком. Вот такая пожарная, сказал бы, обстановка здесь. Кругом масло. Топлива огромное количество. Ни вывески, ничего. Предприниматели просто пренебрегают правилами безопасности. По каждому из выявленных в ходе этого рейда фактов, Чукреев намерен написать обращение в прокуратуру. Однако предыдущие его аналогичные обращения никакого результата не дали. Инспекторы могут закрыть прачечную или плавательный бассейн из-за просроченного огнетушителя. Однако не спешат пресекать работу таких вот топливораздаточных пунктов, работающих без соблюдения даже маломальских правил пожарной безопасности, не говоря уже о правах потребителей. Субтитры создавал DimaTorzok